Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день, меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала Экзегет. Сегодня мы читаем 14 главу книги Судей Израилевых. Читаем в переводе Российского библейского общества. В 13 главе, напомню, рассказывалось о том, что народ израильский отступил от Бога, и на 40 лет Господь попустил соседнему народу, филистимленам, завоевать Израиль, владеть Израилем, обложить его налогами, данью и фактически оккупировать эту землю. И рассказывалось в 13 главе о чудесных событиях, связанных с рождением особого избранника Божьего, Самсона. Именно Самсон стал следующим судьей Израилевым. «Как-то раз», говорит уже 14 глава, «придя в темну, Самсон увидел там одну филистимленку». Филистимлене – это тот самый народ, который оккупировал Израиль. Это враги. И вот Самсон, придя в некую местность, темну, увидел там филистимленку. Вернувшись домой, он сказал отцу с матерью, «Я видел в темне одну филистимленку, возьмите мне ее в жены». То есть он полюбил, очень понравилась ему девушка из числа филистимлен, из числа врагов. И он попросил, чтобы она стала женой его. Но, конечно, отцу с матерью это не очень понравилось. Отец с матерью сказали, «Неужели среди твоих соплеменников у твоего народа нет женщин? Зачем ты идешь за женою к необрезанным, к филистимленным?» «Возьми мне в жены эту», – сказал Самсон отцу. «Она мне понравилась». Родители против. Еврейский народ большой. Те, кто верны Богу, те, кто стараются жить по его заповедям, те, кто обрезываются, из них возьми себе жену, найди себе невесту среди наших. Зачем тебе из вражеского народа невеста? Но Самсон стоит на своем. Как мы знаем, это был человек необыкновенной и физической силы, и такого упрямства, можно сказать. Если он что-то решил, то он всегда доводил это до конца. «Отец с матерью не знали, что все это было от Господа. Господь хотел, чтобы филистимлены сами дали повод для вражды. В ту пору филистимлены властвовали над израильтянами», напоминает нам автор этой книги. Филистимлены владеют Израилем, филистимлены оккупировали Израиль. И вот через этот, может быть, не очень правильный брак, Господь, это было угодно Богу, Господь дает повод для того, чтобы сразиться с филистимленами и отвоевать Израиль обратно. Не просто так вот ни с того, ни с сего вдруг напасть на них, а вот чтобы был какой-то казус Бейли, повод для начала войны. И вот поэтому Господь попустил этому чувству сердечной привязанности, любви, как войти в сердце Самсону. И поэтому Господь попустил этот неудачный брак. «Самсон отправился в темну вместе с отцом и матерью. Когда они дошли до виноградников темны, то навстречу Самсону рыча выбежал молодой лев. Дух Господа охватил Самсона, и Самсон голыми руками разорвал льва на куски, как козленка. Но отцу с матерью рассказывать об этом не стал». Вот здесь мы впервые сталкиваемся со необыкновенной физической силой, которая была у Самсона. Это особый дар Божий ему, именно физическая сила. Столкновение с молодым львом, с кимном, как это по-славянски говорится, это столкновение, после которого не может продолжиться человеческая жизнь. Это очень страшный, опасный, непобедимый зверь. Но вот Самсон разорвал этого льва голыми руками на куски. Такова была его физическая сила. Это чудо, это некоторое необыкновенное событие. Самсон пришел в темну, поговорил с той женщиной. Понравилась она ему. С какой женщиной? Да со своей невестой. С Вилли Стимлингой, на которой он хочет жениться. Немного спустя Самсон снова пошел туда, взять эту женщину себе в жены. Он свернул, посмотреть на убитого имя льва, и увидел там, в львином трупе, целый рой пчел и мед. Самсон набрал пригорошню меда, и лакомясь им, пошел своей дорогой. Вернувшись к отцу с матерью, он угостил их медом, но не сказал, что этот мед из-за львиного трупа. Вот он пришел в темну, поговорил с невестой, она ему еще больше понравилась, он хочет жениться на ней. И через некоторое время опять он туда пришел, чтобы окончательно завершить это дело, чтобы жениться на ней. И вот по дороге специально остановился посмотреть на растерзанного им льва, на труп льва, и обнаружил, что там пчелы сделали улей, и набрал этого меда себе, угостил родителей. И вот отец Самсона пришел в дом той женщины. Самсон устроил там пир, как это принято у младых людей. И увидев, что к ним пришел Самсон, хозяева позвали тридцать человек быть с его товарищами на перу. Филистимлине с честью встречают этого удивительного богатыря. Решается дело о браке, пришел отец, разговаривать вот по поводу того, чтобы отдали замуж эту филистимлинку, за Самсона ее устроили пир. Тридцать филистимлин пришли, чтобы быть сотрапезниками Самсона на этом перу. «И Самсон сказал приглашенным, давайте-ка я загадаю вам загадку. Если за те семь дней, что длится пир, вы разгадаете ее и скажете мне ответ, я дам вам 30 льняных рубах, 30 смен одежды». То есть, он предлагает загадать загадку, если ответ будет дан, то он даст 30 рубах и 30 смен одежды. Одежда очень дорого ценилась в то время. Это сейчас уже не так сложно нам раздобыть то, во что одеться. Сейчас одежда производится фабричным образом, и ткани производятся фабричным образом. А раньше в каждый предмет одежды в ту эпоху вкладывалось колоссальное количество ручного труда. И одежду очень ценили. И вот 30 рубах, 30 смен одежды он готов дать тем, кто разгадает эту загадку. «А если не разгадаете, говорит Самсон, то вы мне дадите 30 льняных рубах и 30 смен одежды». Если они разгадают, он им даст, а если не разгадают, они ему должны. И те ответили, ну загадывай свою загадку, послушаем. И Самсон сказал, «Из того, кто ел, вышло то, что едят. Из сильного вышло сладкое. Три дня филистимы не думали и не могли разгадать загадку». Ну действительно, не зная конвы, не зная событий, которые произошли с Самсоном, трудно догадаться, о чем тут может идти речь. «Из едущего вышло едомое. Из того, кто ел, вышло то, что едят. Из сильного вышло слабое». Попробуй догадайся, если не знать вот тех событий, которые произошли с Самсоном, о которых мы только что читали. «Три дня филистимы не думали и не могли разгадать загадку. И наступил седьмой день пира, последний. Небо и земля были созданы в семь дней, в седмице семь дней, и вот этот пир тоже продолжался семь дней. «И наступил седьмой день пира, и филистимы не сказали жене Самсона, попробуй обхитрить своего мужа, чтобы он сказал нам загадку, а не то мы сожжем и тебя, и твоих родных. Вы зачем нас позвали, чтобы обобрать?» Они переживают, уже прошел седьмой день пира, они, скорее всего, не смогут ответить правильно на эту загадку, откуда им знать, что имеет в виду Самсон. Получается, их позвали, чтобы их таким образом обобрать, еще какую-то одежду они должны принести очень дорогую, 30 смен одежды, 30 рубах, и вот они к жене Самсона обращаются, она их, она филистимленка, она из их племени, обмани своего мужа, выведай у него, что он имеет в виду. И вот тогда она со слезами сказала Самсону, ты меня разлюбил, не любишь ты меня, ты загадал моим соплеменникам загадку, не хочешь мне сказать разгадку. Самсон отвечал ей, я даже отцу с матерью не сказал разгадки, неужели я тебе скажу? Вот такая женская хитрость, она плачет и как бы пытается манипулировать, как мы сейчас сказали бы, ты меня не любишь, если ты мне не хочешь сказать разгадки. Все семь дней, что шел пир, она плакала и не отставала от него. И вот на седьмой день он сказал ей разгадку, так она его доняла, а она рассказала всем своим соплеменникам. «И вот на седьмой день перед заходом солнца жители города сказали Самсону, что слаще меда, кто сильнее льва? То есть они узнали ответ на эту загадку. Из едущего вышло едом, из того, кто ел, вышло то, что едят, из сильного вышло сладкое. Кто может быть сильным, кто сильнее всех? Лев. Что сладкое на земле, самое сладкое? Мед. Из льва вышел мед. И вот с помощью такой женской хитрости, женского коварства им удалось узнать ответ на эту загадку. Что мог Самсон ответить? Он ответил так. «Не пахали бы вы на моей телке, не отгадать бы вам моей загадке». Конечно он понял, откуда они знают ответ и в чем причина того, что они смогли этот ответ назвать. Хитрость женская. Дух Господа охватил Самсона. Самсон пошел в Ашкалон и убил там 30 человек, снял с них одежды и отдал тем, кто разгадал его загадку. А потом разгневанный он ушел домой, к отцу, а жену Самсона отдали тому, кто был у него дружкой на свадьбе». Вот такой неудачный брак, неудачное сватовство. Он исполнил то, что он обещал, отдал им 30 рубах, но каким образом? Пошел в их главный город, Филистинский, напал там на людей, один в одиночку убил 30 человек, и их рубахи, их сменные одежды, отнесся, отдал своим трапезникам на перу, потому что формально они имели на это право, на этот выигрыш в споре. Они на загадку ответили. Свадьба сорвалась, невеста Самсона стала женой другого человека, тоже присутствовавшая на этой свадьбе, а сам Самсон в таком гневе, в печали, в унынии возвратился к себе домой. Вот об этих событиях мы читали сегодня в 14-й главе книги Судей в переводе Российского Библейского общества для библейского портала Экзегет.